У нас на начало нынешнего года у всех у нас накопилось немало проблем, проблем трансграничного характера, которые угрожают всем странам. Это и международный терроризм, наркобизнес, другие формы организованной преступности. Конечно, это и различные сложности с обеспечением населения, продовольственная безопасность, угрозы распространения оружия и массы уничтожения и многое другое. Все они не знают границ эти проблемы. И мы долгие годы, а проблема существует с нами уже давно, призывали все мировое сообщество усилия объединять, а не пытаться решать эти проблемы в одиночку. И еще хуже не пытаться использовать эти проблемы, включая разгул международного терроризма и наркотрафика, для достижения неких геополитических целей. Такое в истории уже бывало, когда террористов пытались использовать, ну еще против Советского Союза в Афганистане, ничего из этого не получилось. Расчет был на то, что вот можно будет сейчас с ними договориться, они помогут нам достичь каких-то результатов на земле, а потом они останутся послушными нам. Так не бывает. Так не получилось в Афганистане, так не получилось в Ираке, где Соединенные Штаты, по сути дела, в результате своей агрессии создали Аль-Каиду. Так происходит и сейчас, и в Сирии, и в Ливии, где только благодаря активным усилиям, в том числе России, удалось не допустить повторения ливийского сценария. Но результаты интервенций, которые Запад активно провозглашал, как несущие демократию, свободу и уважение прав человека, обернулись прежде всего грубейшим нарушением, попранием самого главного права человека, права на жизнь. Потоки беженцев из этого региона заполонили Европу, а террористы из Ближнего Востока, которые взаимодействовали и продолжают взаимодействовать с нашими западными коллегами, с многими членами НАТО, они угрожают и Афганистану, и Центральной Азии, и готовы распространять свои усилия по созданию так называемого халифата далеко за пределами этого региона, в том числе в Юго-Восточной Азии. И вот на все эти трансграничные проблемы наложилась еще одна, тоже абсолютно трансграничная, это пандемия коронавирусной инфекции. И нам казалось, что уж в условиях, когда из-за этого еще более усугубились все имевшиеся до сих пор перечисленные риски и угрозы, нужно теперь уж совсем отбросить в сторону эгоизм, объединиться и работать вместе. К этому призывал и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, предлагая хотя бы на период пандемии приостановить односторонние, нелегитимные санкции, которые принимают наши западные коллеги в отношении отдельных стран. Санкции, которые и так бьют по населению, по социальной ситуации, а в период пандемии эти санкции не позволяют даже нормальные лекарства покупать. Но с трудом этот призыв пробивает себе дорогу. К сожалению, далеко не все прониклись необходимостью на практике воплощать свои лозунги о многосторонности, о продвижении общих ценностей и тому подобное. Многосторонность и общие ценности, к сожалению, на Западе трактуют как необходимость для всех остальных согласиться с тем, что музыку заказывает и моду определяет Запад. И пути решения международных и региональных проблем тоже определяются в Вашингтоне, в Брюсселе и в других западных столицах, столицах стран, членов НАТО и Евросоюза. Это опять-таки попытка подходить к мировым проблемам с логикой игры в одни ворота, ну и, как еще раньше называли, игры с нулевой суммой. Мы считаем, что при всех переменах на международной арене базовые принципы устава ООН, которые предполагают суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров и коллективное действие в интересах обеспечения безопасности, все эти принципы устава в полной мере сохраняют свою силу, а может быть даже и становятся еще более актуальными. Безусловно, реформы нужны. И по сравнению с 1945 годом, конечно, на планете гораздо больше стран, суверенных государств, потому что эпоха колониализма была практически завершена, практически потому что еще целых 17 территорий остаются зависимыми от наших западных коллег, которые категорически не хотят выполнять известную декларацию ООН, которая требует предоставить независимость колониальным странам и народам. Этот процесс не завершен, не будем об этом забывать, тем более в годовщину, в 60-летнюю годовщину, которая в этом году отмечается со дня принятия декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Вместо того, чтобы максимально сотрудничать в ООН, которая является воплощением многосторонности в универсальном смысле, изобретаются, вот последние несколько лет изобретаются инициативы, которые эту многосторонность будут определять иначе. Потому что когда в ООН нашим западным друзьям приходится продвигать свои идеи, они, естественно, должны вести переговоры с Россией, Китаем, другими странами, движением неприсоединения, африканцами, азиатами, латиноамериканцами. И далеко не всегда европейцы могут продвигать свои интересы вот в таком универсальном формате. И вместо того, чтобы идти на компромиссы, как это положено для достижения общего согласия, вместо того, чтобы искать баланс интересов, они просто стремятся вынести интересующие их идеологические проекты за рамки системы ООН. Вот вместо уважения универсальной многосторонности, воплощенной в Организации Объединенных Наций, продвигается концепция так называемого эффективного мультилатерализма. Авторами ее выступают Франция и Германия, ее активно поддерживают Соединенные Штаты. Она предполагает, что Запад, ну а конкретно Евросоюз, является идеалом мультилатерализма, и он должен свои подходы к международному сотрудничеству продвигать и навязывать всем остальным. Уже какие-то планируются структуры, альянс за мультилатерализм, куда не всех пригласят, а только тех, кто удобен Западу, и кто не будет задавать лишних вопросов. То же самое сейчас я слышал, планируется и из Вашингтона, там хотят создать сообщество демократий. Такая попытка уже делалась, когда Мадлен Олбрайт была государственным секретарем. Мы знаем, о чем идет речь. Здесь опять же люди, которые сами себя назначили судьями, будут решать, кого записать в демократы и, стало быть, пригласить на этот саммит, а кого оставить за рамками этой идеи и сделать объектом приложения критических усилий со стороны вот этого демократического сообщества. Мы считаем, что это неправильный путь. Как бы ни трудно было в рамках ООН, в рамках универсальных конвенций добиваться результата, но достигнутый в таких тяжелых переговорах результат, опирающийся на баланс интересов, подчеркну еще это раз, он гораздо неизмеримо надежнее, чем попытки навязывать решения через силу. И даже если какие-то страны поддадутся такому давлению, то достигнутый под давлением договоренность не будет надежной и не будет устойчивой. Ну и я считаю, что в мире есть немало структур, которые все-таки функционируют, решают свои задачи при полном уважении устава ООН. Это, кстати сказать, и все структуры на пространстве СНГ, само СНГ, Организации договора коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, Шанхайской организации сотрудничества. Ну и давайте не будем забывать, что группа 20 стала регулярно собираться где-то лет 10 назад, после кризиса 2008 года, потому что, не говоря об этом открыто, но по сути семерка так называемая западных держав осознала неспособность править миром вот всемиром. и неспособность устанавливать даже какие-то условия и методы во сфере мировой экономики и финансов. Раньше это была прерогатива семерки, и все как бы молчаливо принимали ее приоритет. Сейчас, когда создана группа 20, семерка, там только одна часть участников. Вторая группа участников – это БРИКС, пять стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Причем целый ряд других участников 20-ки являются единомышленниками БРИКС и выступают за то, чтобы мировая экономическая и финансовая система стали более демократичными. Но если честнее сказать, просто стали демократичными, потому что они сейчас совсем не демократичны, и то, что происходит с злоупотреблением и роли доллара, уже заботит не только страны, против которых США объявляют нелегитимные санкции, просто извращая свою роль как эмитента одной из основных мировых валют, но и другие страны, не только Россия, Китай, Иран, члены ШОС все больше и больше хотят переходить на механизмы, которые будут опираться на национальных валютах при осуществлении торговых инвестиционных расчетов. Уже и в Европе начинают подумывать о том, чтобы, особенно с учетом достаточно солидных позиций евро, отходить от какой-либо зависимости от доллара вообще. И мы убеждены, что сейчас ситуации, когда целый ряд международных универсальных структур подвергаются реальным угрозам. Ну, мало того, что Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО, из Совета ООН по правам человека, из Парижского соглашения по климату. Да, говорят, что новая администрация Соединенных Штатов будет более предрасположена для возвращения в международные структуры, но тенденция все-таки, она имеет место. И тенденция такая, что Соединенные Штаты, даже когда они, и если они вернутся в те или иные многосторонние структуры, все-таки они посылают сигнал, что они не хотят подчинять свои действия коллективным решениям. А если эти коллективные решения не отражают интересы США на 100%, а таких по определению быть не может. Ну и да, то, что происходит во Всемирной Торговой Организации, все нелегитимные односторонние санкции США, Евросоюза и их так называемых союзников в Азии, где-то еще, они просто подрывают Всемирную Торговую Организацию. А она и без этих нелегитимных санкций переживает очень тяжелые времена. Например, в Всемирной Торговой Организации уже многие годы не функционирует орган по разрешению споров. По одной простой причине. В этом органе, чтобы он был дееспособен, должен быть кворум. А Соединенные Штаты блокируют, категорически блокируют назначение новых членов этого органа по разрешению споров, чтобы не допустить формирование такого кворума. А без дееспособности этого механизма все жалобы, которые Евросоюз и другие страны на Соединенные Штаты направляют во Всемирную Торговую Организацию, их просто невозможно рассматривать. И как результат, во внешней торговле, в мировой торговле, тоже начинает внедряться анархия. Анархия, которую используют те, кто имеет наиболее серьезные рычаги. Прежде всего, это и валюта, имея в виду роль доллара, система SWIFT, ну и другие механизмы. Именно поэтому мы, как подчеркнул президент Путин, выступаем за объединение усилий и в мировой экономике, в частности, его инициатива в формировании большого евразийского партнерства на огромном евразийском континенте с участием ШОС, ОСИАН, Евразийского экономического союза, всех других стран, кто здесь расположен, включая страны-члены Евросоюза. У нас колоссальные конкурентные преимущества. Мы живем на одном континенте, и у нас есть все для того, чтобы эти конкурентные преимущества сделать максимально эффективными. Ресурсы России, технологии, которые есть у Евросоюза, у России, у Китая, и многое другое. Конечно, колоссальный рынок. Так что не использовать все это и продолжать действовать как бы в келейных форматах, это серьезная ошибка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова